Друзья, здравствуйте! Сегодня 28 апреля и снимаю у нас дождь, но надо заснять, потому что мало ли что подцветает. Хотелось заснять, показать вам красоту, чтобы зацветало. Поэтому будет небольшой шум от дождика, но думаю, надеюсь, будет меня слышно. Не помню, я снимала ли видео цветение бульбофилома, в общем он зацвел. До сих пор цветет. Вот такие вот красивые цветочки. Пахнет не сильно, если только засунуть нос, не прямо ужас-ужас. Например, у меня цветет вот там дальше, я ее повесила эхинолабиум, вот он пахнет очень сильно, поэтому у него подальше повесило. Так, зацветает, начинают зацветать у меня каланты. Цветет первый раз, мне очень интересно, цветочек интересный. Я когда-то на выставке видела цветение каланта в полном распуске, мне очень понравилось. Это каланта рубра, она имеет бульбы крупные. Цветок выпускает цветонос. Попробую бульбы. Вот они вот там, бульбочки, это ее, большие. Созревает бульба и вот весной выпускает цветонос. Ничего сложного, но достаточно интересная такая орхидея. На заднем плане расскажу о цветоносах. Это длинный справа, это цветонос тибикини шамбурки, а здесь два тоненьких, это энциклия, забыла, в прошлом году цвела. Ну, в общем, зацветет, покажу. Так, дальше у меня здесь распустился дендробиум турсифлорум, который идет, форма некрупная. Вот такой вот, ну, красивый, конечно, называется эта секция дендробиума букетная. То есть выпускает букет, вот как и фармери, вот они к ним относятся, букетные дендробиумы. Очень красивый сорт. Я их два, один крупный мер, он просто выше, а этот ниже. Но цветы одинаковые, просто грозди будут отличаться. Здесь она так покороче, там будет подлиннее. Цветет в прошлом году одним цветком, в этом году у нее шесть цветков. Это шалериана на шамбурке, там саниана. Вот такая вот. Зацвела первый раз целогина тенихолп. Тенихолп именно японской селекции. Именно у японцев она вот такого вот лососевого цвета. Револьверная. И относится к мини, она не совсем крупная. Но такая очень милая. На фоне руки покажу. Цветок не сильно прям мелкий. Вот такая вот красавица. С нового роста. Цветет на три цветоноса. Это целогина, специоза альбовая. Она когда распускает, у нее более желтый цветок, более кремовый. Сейчас он тоже уходит в розоватый оттенок. Тоже револьверная. Еще будет цвести долго. Три цветка у нее. Цветет здесь котлея шрёдери. Ну, она у меня ждет достаточно давно. Наверное, недельки две цветет. Это шрёдери. Я бирку возьму, потому что они все разные. Вот она такая шрёдери. Красивый цветочек. Особенно очень фотогеничный. На камеру или на фотографию. Цветет котлея муси. Муси типовая. Бирку сейчас тоже покажу. В прошлом году цвела. Одним цветком. Сейчас тренем. Как раз сезон их цветения. Вот такая вот муси. Ела улипна. Цирулея Пабло. Так, здесь давно не цвела. У меня пару лет после деления она не цвела. Это муси семя альбовая. Это бланка на аврору. Я тут не дописала. Ну, надо дописать. Она имеет очень крупный цветок. Я замеряла ее от одного листика лепестка до другого 22 см. Но это самая крупная муси, которую я видела. Муси цирулея цветет. Расцвела. Как обычно, в теплице они цветут в разные стороны. Но, тем не менее, она цветет. У меня в муси цирулея голубая птица. Блуберт. Она не крупная сама по себе в муси. И цветочки такие тоже не особо прям огромные. Ну, ту сторону я, наверное, не буду разморачивать. Я боюсь просто всю эту конструкцию, что все попадает. Ну, там три цветка, еще бутончик. Эти распустились на два дня раньше. Так, на заднем плане это у меня расцвела первый раз варнари семи альба. По бирке просто варнари семи альба. Вот такая вот. Честно, когда распустилась, она меня не впечатлила. Прошло два-три дня, и она мне понравилась. Такой вот крупный красивый цветок. Широкие уши, хорошая губа. Ну, в принципе, все, что нужно котлее. Вот такие вот рощерки у нее. Ну, вот такая тоже крупная. Но структура цветка у нее очень нежная. Я поэтому снимала видео, я боялась, что она отсветет. По бирочке я сейчас возьму, покажу, что за бирочка. Вот такая вот. Ну, растила ее, наверное, года четыре до цветения. Хотя покупала взрослую. Так, здесь у меня зацвел, ну, как и положено, Сибриз, двух цветоносок. Сибриз очень удачный гибрид. Это валькириана на варнаре. Очень красивая. Ну, как всегда, она впечатляет первое цветение, второе уже цветение, как сам факт. Расцвела здесь шамбурки алюдоманиана. Растение не фотогеничное, его тяжело снимать. Но когда разглядываешь глазами, впечатление, ну, совершенно другое. Она стоит того, и я ее, наверное, никогда не продам, потому что она мне нравится. На общем фоне, особенно вот котлеи цветут, она очень необычная. Так, ну, вот такие вот цветуны нацвели. Скоро будет еще много цвести, особенно двулистные котлеи начнут зацветать. Поэтому сняла природников. Всех с наступающим праздником! Пока-пока!